Протесты зло. Так говорит женщина стоимостью в 5 миллиардов. Протесты зло. Так говорит женщина стоимостью в 5 миллиардов. 8 часов 16 сентября 2019 года. Обновлено. 8.1.16 сентября 2019 года. РИА новости. Мигель Кандела. Акция протеста в Гонконге. РИА новости. Мигель Кандела. Акция протеста в Гонконге. Архивное фото. Дмитрий Косырьев. Все материалы Китай имеет все шансы обратить протесты в Гонконге в свой моральный, идейный и всякий прочий выигрыш на международной арене На такие мысли наводит появление в Женеве, в Совете ООН по правам человека, женщины по имени Пенси Хо Сказала она там следующее Мировое сообщество должно осудить демонстрантов, выступающих против властей уже 16 неделю Эти демонстранты люди с промытыми мозгами, зараженные ненавистью к полиции Мы, Гонконг, не потерпим эксплуатации детей, то есть использования студентов в качестве политического тарана И требуем от Совета вынести их акциям порицания 11 сентября, 13.42 РИА Новости Активист Джошуа Вонг назвал Гонконг новым Берлином в новой холодной войне Насчет ненависти к полиции это гонконгские люди с прекрасными лицами начали, не подумав, компании травли детей полицейских в школах Вам это ничего не напоминает? Отметим, параллели с недавними неудавшимися московскими протестами здесь слишком очевидны, чтобы проводить их через каждую строчку Желающим применить любую приведенную оценку или факт к нашим демонстрантам этого не запретишь Но куда интереснее было бы сделать выводы глобального характера То есть насчет технологий подобных демонстраций где угодно в мире Чем, собственно, Китай занят? Что еще сделала Пэнси Хо? Она рассказала, как ее не пускали в Женеву те самые демонстранты Как ей угрожали персонажи, скрывающие лица под масками Как начали клеветать в соцсетях на нее саму, ее семью и ее бизнес Насчет бизнеса это существенно Дело в том, что мадам Хо контролирует конгломерат Занятый недвижимостью, транспортом, отелями, инвестициями и игровым бизнесом в Макао Собственно, выступавшая в Женеве известна под прозвищем Королева Казино Ее личное состояние под 5 миллиардов долларов Вторая по богатству дамы территории Ну и еще она глава федерации женщин Гонконга и прочее, и прочее 4 августа, 08.00 РИА Новости Свобода победила протест Что произошло в Москве? История эта интересна многим Прежде всего тем, что для кого-то в мире Гонконг это бунт прекрасной молодежи против невиданно усилившегося Пекина Но здесь личность, обладающая достоинствами и глобальной репутацией Пэн Си Хо Напоминает этому самому миру Гонконг это еще и мы То есть глобальный и неглобальный бизнес территории Который был против уличных бунтовщиков во время предыдущего припадка их активности Против и сейчас Впрочем, против не только бизнес, не забудем, что любых уличных бойцов, какими бы многочисленными они ни казались, никогда нет большинства В Гонконге создается массовое движение под лозунгом «Защитим нашу полицию» В ответ на демонстрации начинают организовывать контрдемонстрации Так, у протестующих возникла задумка Петь революционные песни типа «Освободить Гонконг» толпой в несколько сотен человек в большом кавернообразном магазинном центре в деловой части города Но там же, под несколькими ярусами галерей, собралось примерно столько же контрпротестующих И они начали тоже петь, чтобы заглушить первую команду Пели национальный гимн, например А еще спустили с потолка большой флаг КНР На майках у пары этих контрдемонстрантов заметили надписи «Давайте подеремся» 5 сентября, 11.40 РИА Новости В Китае предостерегли чиновников из США от вмешательства в дело Гонконга Эта акция не всем понравилась Хэ Вэнь, специалист из Шанхайского института восточно-азиатских исследований Полагает, что не надо было дразнить демонстрантов Поскольку они и так выдохлись после трех месяцев протестов Да, протестующие выдохлись Они восстановили против себя если не весь Гонконг То ключевую часть его и вот один из результатов этой ситуации Численность гонконгской молодежи, записавшейся на экзамены в местные университеты Упала на 2800 человек А число гонконгцев, желающих учиться в прочих заведениях Китая Выросло на 9,2% это более 10 тысяч человек Среди причин и то, что впрочем Китая более мирная обстановка Для учащихся Дело в том, что одной из причин нынешних протестов стало то Что Пекин не вмешивался в дело гонконгской системы образования В результате тамошние университеты начали напоминать Американский рассадник клеватской нетерпимости и агрессии И рано или поздно Гонконгу просто придется этим вопросом заняться 8 сентября, 08.53 новости Эксперт назвал ситуацию в Гонконге революционным сумасшествием Но вернемся к выступлению Пенсейхо в Совете ООН по правам человека Конечно, хорошо, что там прозвучал ее призыв осудить демонстрантов Но как насчет того, что осуждение должно коснуться далеко не только действия молодежи этой территории А описать феномен в целом, в глобальном масштабе Было бы интересно, если бы Китай сформулировал и продвинул на международных площадках Обвинительный акт всяким и любым протестом Организованным по ставшей уже привычной технологии Идеология такая штука, с которой лучше всего бороться тоже идеологией По просту словом То есть для начала обозначить, что это плохо расшатывать мир и порядок в тех или иных обществах С помощью кампании ненависти и нетерпимости И те, кто поддерживает подобные акции в своей стране и особенно за ее пределами Поступают не очень хорошо 4 сентября, 17.25 РИА Новости Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей